Здравствуйте, с вами Руслан, и сегодня мы с вами нарисуем вот такой вот натюрморт с красивым отражением внутри. Как всегда, и сразу раз говорю, что мы начинаем с компоновки, расположения предметов на формате листа. От этого очень много чего зависит, зависит вся композиция и смотрибельность всей работы. То есть, если мы неправильно скомпонуем, картина, даже если мы ее гениально напишем, смотреться вообще не будет. После этого мы, естественно, начинаем строить. То есть, делим предмет пополам, сравниваем левую и правую сторону, находим основные точки, соединяем все это и получаем вазочку и чеснок. Но, ни более, ни менее, все работает только на сравнение, поэтому мы и делим пополам. То есть, стараемся сделать симметрично. Также помогает иногда зеркало. То есть, мы подводим зеркало в нашу работу и видим все наши косяки. После чего мы уже легко можем наметить основные тени. Тени располагаем на основе простых геометрических форм. А штрих накладываем по форме. Сначала мы должны показать самое простое. Куда падает свет и где у нас расположены тени. То есть, блик будущий, полутон, граница тени и рефлекс. Затем уже мы можем более детально поработать. Так как ваза у нас будет очень плотная, мы ее делаем достаточно темной. Также не забываем про падающие тени. Их желательно сразу показать, чтобы мы могли логически понимать, откуда падает свет. Естественно, вместо блика мы не закрашиваем. И внутри стараемся проработать. И для того, чтобы показать объем и показать, что он у нас подобен зерклу, отражает и стеклянный. Сам по себе мы немного изобразим отражение окружающих предметов. Таким образом, мы подчеркнем его фактуру и покажем объем. А как же это связано с объемом? Все просто. Мы их делаем по форме шара. То есть, словно с рыбьим глазом. И таким образом подчеркиваем форму самого предмета. Здесь мы уже можем уплатить задний фон, для того, чтобы он не выпирал вперед. На столе немного показать отражение самих предметов. И в принципе, потихоньку дорабатывать небольшие детали. И смотреть на целостность самой картины. Ибо это безумно важно для любой картины. Что написанное маслом, что карандашиком, не имеет значения. Сейчас внутри немного проработать и переходим уже к нашей роже. Здесь сначала легонько намечаем, где же они будут расти. И композиционно видим, что все они разные. У них разные направления, разный размер и разная длина. Это помогает добавить жизненности. Здесь ничего сверх детального мы не делаем. Чтобы не выбиться из общего плана. А слегка показать, где у нас будет тенька и где свет. Не более того. И таким образом, вот что у нас получилось. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok